Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В последнее время я чувствую себя очень нервозно, постоянно злюсь в уплёстку это на близких людей. Надо ли я скоро уход в армию, учёбу, непонимание, гиперопека, ссоры со стороны родителей и другие проблемы? Не знаю, как бороться с этим, не могу следить за своим поведением, постоянно ссоры с девочкой, даже при понимании всей ситуации не могу это поменять. Такой вопрос у нас, получается, задаёт аноним. Ну что же, аноним, что вам хочется сказать в первую очередь? В первую очередь хочется сказать, что действительно у вас много тревоги, много злости и, собственно говоря, как я думаю, с этим нужно, с этим действительно нужно что-то делать. Вот. Ну только делать что-то, делать что-то, конечно, не подразумевает то, что вы будете это держать как-то вот в себе. Это. То есть сейчас вы пытаетесь с этим бороться, сейчас вы пытаетесь как-то вот это контролировать. Вот. А оно у вас, в общем-то, получается неконтролируемо совершенно. Вот. И надо сказать, что причины для этого простые. Вот. Они, в общем и целом, связаны с тем, что этого слишком много. Этого слишком много. Слишком, слишком много. Вот. То есть слишком много накопленного вот этого вот. Слишком много накоплено злости. Слишком много накоплено агрессии у вас. И вот она вас отравляет. Да. Ну вот. Ну как вот. Как вот. Как мне это кажется, да. Вот как мне это видится, вот так это происходит. И, естественно, нужно вам находить в первую очередь возможности для того, чтобы это как-то отреагировать. Вот. То есть вам нужно находить способы для того, чтобы с этим как-то обращаться. Легко ли это? Вот нет. Это, к сожалению, сначала нелегко. Особенно если у вас есть вот какой-то образ себя. Да. То есть вот если у вас есть образ себя. Ну то есть вот буквально какой я. Да. Вот я вот такой. Я такой и я, значит, ну должен вести себя вот так. Например. Я такой и я должен быть вот таким, например. Да? Как бы. В этом смысле вам, конечно, очень тяжело. В этом смысле вам очень трудно. В этом смысле вам, по сути, приходится находиться, ну вот, в постоянном напряжении. Вот. Вот. Поэтому нужно учиться обращаться с своими чувствами. Нужно учиться обращаться с своими эмоциями. Нужно адекватно их выражать, учиться. И в этом смысле вам как нельзя лучше лучше поможет, значит, психолог. Вот. В этом смысле вам как нельзя лучше поможет специалист, который просто позволит вам направить ваши чувства. Вот. Направить, поможет вам направить ваши эмоции. Поможет вам их обводить. И, возможно, возможно, переосмыслить ваши, ну, скажем так, представления о себе. То есть, а какой я вообще? Каким я хочу быть, каким я могу быть и так далее. Ну вот. Ведь, что такое ссоры? Да? Ссоры это ведь про борьбу. Ну, про борьбу. Определённую. То есть, это постоянная борьба. Ссоры это про постоянное такое вот, значит, ну, чувствование угрозы. Да? Вот. Вот. Ссоры это про личные границы, которые вы, ну, не можете или не умеете выставлять. Вот. То есть, ссоры с вашими близкими и в том числе с вашей девушкой. Это про это. Вот про это. И не нужно подавлять ни в коем случае то, о чём идёт речь. Я бы сказал, что было бы достаточно, если бы вы научились вынущать и выражать то, что вот с вами происходит, то, что вы хотите. Вот. В конфликте вообще многое было бы легче, многое было бы проще, если бы люди выражали бы то, что, ну, то, что им важно, то, что они хотят. А не то, что должен делать другой человек. Да? Вот. То есть, ну, то есть, внимание очень часто переключается на это. И само собой возникают трудности, возникают недопонимания какие-то. Вот. Конфликты, обиды, ожидания и так далее. Вот. Вот, в принципе, в принципе то, что я могу вам сказать. Ну, на мой взгляд, сейчас вам нужно, конечно, выплеснуть, выразить все свои чувства, да? То, что вот у вас, ну, быть может, как-то наболело, да? То, что у вас, быть может, как-то вот накипело, да? Накопилось. Вот это вот то, что вам сейчас очень, очень и очень нужно. Как мне видится. Повторюсь, как мне видится. То есть, мне видится вот так. Может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь. То есть, тут, ну, тут вариантов, вариантов просто довольно много, да? И как бы, как бы нужно смотреть, какой вариант вот ваш. То есть, какой вариант подходит вам больше. Какой вариант про вас. А какой вариант, ну, там, допустим, не про вас, да? Вот. Поэтому я думаю, я думаю так. Понятно, что не всё в этом смысле зависит от вас. То есть, ну, в понятном смысле, что какие-то вещи от вас вообще не зависят, да? На что-то вы можете повлиять, на что-то вы не можете повлиять. Поэтому я бы сказал вот, что немаловажным моментом является поиск вот того, чем вы можете управлять. Чем-то вы не можете управлять, чем-то вы можете управлять. Чем-то вы хотите управлять, чем-то вы не хотите управлять. Вот. Это вот тоже очень сильно влияет, конечно. А ещё, ещё, что влияет. Это, пожалуй, ваш собственный выбор, ваш собственный приоритет. Вот. Это лично ответственно. Когда вы не ждёте чего-то от людей, а когда вы просто берёте и ставите перед фактом, что я этого хочу. Я так хочу. Вот. Да, тебе может не нравиться, да, там, тебя может не устраивать, да, там, что-то такое, но вот я так хочу. Ну, потому что это вот моя жизнь, я, как бы, своей жизнью, ну, делаю вот то, что могу, то есть хочу, как я хочу. Вот. Опять же, не искать какого-то подтверждения от людей. И учиться выразить свои желания, свои потребности. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь. Вот. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Удачи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова